Привет! Сегодня с вами говорим про улучшить работу мозга. И бывает это митохондриальные нарушения, бывает это проблемы пищеварения, генетика, бывает это дефицитарные состояния, бывает это полиморфизмы, бывает это холестерин, антитела, гамма-цистеин. И сразу скажу, первое, что нужно, я не первое, вообще я расскажу, про то, что нужно для того, чтобы помочь вашему мозгу. Конечно, для всех, у кого наблюдается снижение когнитивной функции, вам нужен перевентивный врач. Но я скажу, так, обычно эта история решается закрытием пробиотики и пребиотики. Если есть нарушения кишечника, можно определить по локтям, по ногам, экзема и так далее, то, конечно, здесь нужно заниматься кишечником достаточно долго и пристально. Плюс, 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 хотел сказать, остеоплюс. Да, все вещи, завязанные на активности мозга, они не только нутрицептические. В6, В12, фалат, витамин D, витамин Е, витамин К2. Это супер важные вещи, если с мозгом какие-то проблемы. Как превентивный психолог и нутрициолог могу сказать, что еще работает классно коэнзим с ПЭК-ЮК-Ю, если знаете, такой нутрицептик, который поддерживает число митохондрии. Он для всех, у кого, ну, все дети сейчас часто митохондрики. Плюс экстракт цельного кофейного плода, плюс, кстати, плюс, обязательно физическая культура. По анализам обычно это нужно сдать глюкозу, инсулин, гликированный гемоглобин, индекс хома. Но просто если у вас есть чувствительность к глютену, наличие антител, то, конечно, это может влиять на ваше состояние. Если у человека дефицит магния, селена, калия, кальция, то тоже будут проблемы с работой. Микробиом, кишечный и лороорганов, если есть патогенная нагрузка, то человек будет себя плохо чувствовать. Вот и все вещи. Да, мне писали, ну ладно, отвечу позже. В идеале многим не нужно очень большое количество мяса, очень большое количество белка, как это часто пишут. Честно говоря, я расскажу самую базу. Токсические вещества, да, вы мне пишите, тяжелые металлы. Да, все это есть. Но просто, просто если есть Эйнштейн-бар, дисбактериоз, бывает еще и психические расстройства на фоне этого, плюс бывают дефицитарные состояния, плюс кортизол высокий, инсулин. В общем, все это может иметь место быть. И, конечно, причина не только гаммоцистеин, как я говорю, дефицит магния, селена. Это все может быть, но сразу скажу, что база – это закрытие базовых дефицитов. В6, В9, В12, плюс если снижение гаммоцистеина, например, не происходит, то нужно смотреть на метионин в еде, орехи, красное мясо, сыры, рыба, яйца, соя, бобы. Это нужно немножко снижать в эти моменты, когда вы работаете с гаммоцистеином. Низкоуглеводная диета подходит для тех, у кого раздраженный кишечник, у кого нет больших физических нагрузок. И если у вас еще есть какие-то полиморфизмы, то это тоже отдельно нужно прорабатывать. Поэтому все очень, конечно, индивидуально, но никто не отменял травы, бакопу, ашваганду, гинкобелобу, трифолу, если у вас есть какие-то вопросы. А вообще протоколы пишут максимально персонализировано. То есть если есть воспаление, если инсулинорезистентность, токсикозы, все это может дать обратную связь.